Не знаю, как с продюсерами общаться. Добрый вечер! Это программа «Давай поженимся» и я, Лариса Гузеева. Привет, коллеги! Вы видели когда-нибудь человека, у которого нет проблем? Нет. Вот сейчас увидите. А бороться за него пришли недоступная Елена, меркантильная Лариса и преданная Ольга. Но сначала жениху привет! Здравствуйте! Я пришел на эту программу, чтобы найти ту единственность, с которой проведу минимум 100 тысяч часов. Проходите. Олег. 38 лет. После развода с женой-кубинкой нашел утешение в объятиях бывшей возлюбленной, но счастья семейной жизни так и не познал. Олег. Кинопродюсер. Гордится тем, что у него нет проблем. Мечтает построить крупнейшую кинокомпанию в мире. Признается, что чувствует себя уверенно, если с ним рядом телефон, кредитка и сын. Признается, что интернет зависим. Он предупреждает, что обеспечивает своих бывших жен. Олег не свяжет свою жизнь с капризной лентяйкой, с некрасивыми ступнями. Женится на образованной красавице с хорошими зубами и длинными волосами, которая не заставит его выбирать между собой и ребенком. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, вот с вашего позволения сделать вам второе. Спасибо. Спасибо большое. Разно. Спасибо. И поскольку вам постоянно делают разные кулинарные подарки, я решил все-таки отличиться и пригласить вас в кино в течение этого года на любой фильм. Потрясающе. В любой кинотеатр, на каждый фильм, вдвоем. И, естественно, Роза, вам и вип-зал тоже включается. Спасибо. Вип-зал только для Розы. Больше любовников туда надо. Нет, конечно, для всех. Скажите, а вот про женщину, про первую жену, кубинку. Вы с ней познакомились, когда отдыхали на Кубе? Да, я поехал на Кубу. А сколько вы были в общей сложности там? А, ну, в первом приезде я был порядка где-то двух недель. Мы с ней познакомились, как я говорю, уже через шесть часов. И через 23 дня мы с ней поженились. Вы сделали ей предложение в первый же приезд? Нет, я сделал предложение в второй приезд. Ну, конечно, Олечка обаятельная, но что-то как-то... Ты сама что думаешь? Мне он очень понравился. Вот вы делаете предложение... Я могу рассказать, если хотите. Да, конечно, хочу. Да, я сделал ей предложение. Это мне казалось тоже интересным таким поступком. Но я это делал, потому что мне хотелось это делать. Вот, дальше она приехала ко мне в Москву. Конечно, она была немножко расстроена, потому что у нас холодно. Там тепло. И, конечно, вдали от мамы. И маме разрешение не дали, так сказать, на приезд. А она, получается, не поехала? А тяжело вывезти оттуда. А ребенке мечтали? Ну, я не могу сказать, что мечтал на тот момент, но, в принципе, я всегда был ориентирован на рождение и воспитание детей. И она уже забеременела от вас? Да. Обрадовались? Да, это было трогательно. А она? Ну, для нее это было, ну, скажем так, в какой-то степени, в таких обстоятельствах для нее это было очень удивительно. А зачем поехали на Кубу с беременной женой? Перелет, это же так тяжело? Повидать ее маму, потому что ее мама не могла к нам прилетать, к сожалению. Ну, замечательный вообще образ жизни, когда человек живет в соответствии со своими желаниями. Не, ну, хорошо, когда можно себе это позволить. Когда ты можешь в любой момент сорваться, там, 12 часов лет, понятно, что ты там не 3 часа пробуешь и обратно полетишь. Понятно, что ты там еще сколько-то пробуешь. Если вы ей поводы не давали, почему она ее стерила до такой степени, что стала себя бить по животу? Ну, наверное, это связано с тем, что, наверное, во время беременности у женщины бывают разные психологические, эмоциональные всплески. Бывают, ну, вот мы все рожали, но как-то так... Мне затрудняется ответить, что я не она. Но старались ее как-то утешить, сказать, миленько, ну что ты, взять за руки, приласкать, там, обнять. Ну, конечно, конечно. А она вот так ни с того, ни с сего? Нет, она вначале это сделала, а потом уже... И объяснила, что она сделала, почему это? Она это не объясняла, то есть она просто не хотела, чтобы я уходил на улицу. То есть, ну, как-то, вот прям так, как есть. Конечно, так не скажешь, тем более, что когда рядом бывшая жена и понимаешь, что у человека уже достаточно большая история вообще за плечами, ты не знаешь, как к этому относиться, я же не могу сказать, нравится он мне или нет. А ребенок где уже родился? В Москве. В Москве родился и умер? Да, через 7 дней. А что врачи сказали? Ну, травма головы, несовместимая с мозгом, с жизнью в связи с гематомой плаценты. Вот я вам хочу сказать, я дважды рожала, ну, и вообще я люблю медицинскую литературу. Видите, ребенок так защищен плацентой, околоплодными водами, что, чтобы получить гематому, нужно бить сапогом в живот. И то не факт, и не всегда, что эти гематомы будут на ребенке. То есть, либо женщина сразу выкидывает, но если она уже родила, то... Ну, дело в том, что врачи очень долго боролись для того, чтобы беременность не прекратилась. Вот. И... То есть, она сама себе нанесла вот такие травмы? Ну, послушайте, это мои предположения, что именно из-за этого, да? То есть, некоторые говорят, что это из-за перелета. Нет, если предполагать, что она сама вот таким образом своего ребенка убила, то, понятно, ваши отношения в дальнейшем, да? Вы же развелись? Ну, мы развелись не из-за этого, уже плотом уже, ну, из-за того, что наши отношения, скажем так, уже там было порядка трех лет, как мы находились вместе, и у нас отношения стали просто какими-то соседскими. В том, что эта кубинка начала истерить явно не просто так. Скорее всего, он мало уделял ей внимания, посадил ее в квартиру, и сам ходил по вечеринкам, знакомился с девушками. Я считаю, что он явно не пушистый зайчик. А вы сейчас пришли вот так вот просто поглумиться, типа, давай сходим, там такие девки забавные в этой программе. Ну, нет, ну... Или, правда, вы развелись, и... Вот это для меня просто непонятно, почему вдвоем, почему вдруг бывшие... Ну, мне показалось, что, во-первых, это будет креативно. Наташа, а что вы нашли такого в Олеге, что вы ему простили? Вот эту страсть к кубинке, жизнь, потом мы решили... У вас тоже были меркантильные интересы, как и у той кубинки? Почему вы вышли замуж за Олега? Потому что я его любила. Потому что я его любила. Все эти годы, вот даже когда была эта кубинская жена? Ну, получается, что так. А он с вами встречался во время? Вы были его возлюбленной? Мы созванивались, какие-то там праздники поздравляли друг друга. Ты не будешь, что у него любовь пройдет так же быстро? Вот у него еще такая всем любовь пришла. Прошла любовь. Вроде взрослый такой, да? Как будто бы как легкомыслый. Если вы пришли не для того, чтобы потом в воскресный день с друзьями посмотреть программу и сказать, а, как мы... Нет, мы пришли именно, во-первых, развеять миф, то, что сюда приходят люди пропиариться, да, то есть я лично ищу себе девушку. Круто. Да, это моя основная цель, и здесь... Супер. Так мы прямо расстараемся. Вот расстараемся. Посмотрим. Вот один из предпоследних вопросов. А почему тогда вы расстались? А я бы хотел, с вашего позволения, все-таки закончить о целях, почему мы пришли вместе с Наташей. Третья цель – это показать, скажем так, телезрителям о том, что развод бывает счастливым. Да, и отношения можно сохранить так, когда все члены семьи счастливы. Наташа, почему развелись? Вот ваша версия. Почему развелись? Ну, все так очень запутанно, я даже не могу сейчас сказать точно, почему так случилось. Я человек такой достаточно искренний, вот то, что он в душе, так оно и случается. Вот, и... не знаю, какое-то время прошло, что-то как-то... Ну, сейчас хорошо всем. А кто был инициатором развода из вас двоих? Я. Ну, вот основные споры из-за чего были? В чем не сходились? Вот пару пунктов. Ну, воспитание ребенка. Это было... Да, не ребенок, а основное, да. Ну, наверное, влюбилась. Они, наверное, все дружат со всеми женами, Анна. Не, ну, вообще отношения на самом деле очень странные. Вот если такие страсти, если с такими страстями разводились, что вас сейчас вместе вот держат? А знаете, почему спрашиваю? Ну, мне, конечно, не все равно, потому что придут сейчас девчонки, будут бороться за вас. Ни одной из них не понравится, что у вас такие близкие отношения с бывшей. Это вам родственник ребенок, а Наташа вам не родственница, она вам никто. Бывшая жена, пусть будет бывшая. А кого вы еще обеспечиваете? У вас еще... То есть кубинку вы тоже обеспечиваете? Ну, я помогаю ей, да. А зачем? А на какой стране сейчас? В Кубе. На Кубе. На Кубе, да? А зачем? Ну, наверное, чувство вины есть какое-то. Это по пользу нуждающим женщинам. Нет, почему. Только всего пережитого. И вам тоже он помогает, да? Ну, естественно. Материально. А вы что, такой богатый? Нет. Ну, вот видишь, она и победила. Понимаешь, вот... Нет, подождите. Если были сильные чувства, сильные чувства после разрыва мужа и жены никогда не дадут людям быть близкими, друзьями. Ну, да. Всех женщин будет интересовать. Они, правда, когда сидят, им нравится мужчина, они говорят, а сколько вы раз в неделю встречаетесь с своим ребенком? Мужчина говорит, пять. Что вы, так мало, нужно восемь раз в неделю. Как вы можете? И все деньги готовы отдавать, и ваши, и свои. Но это не является правдой, понимаете? Поэтому вот я задаю такие неудобные вопросы для всех. Знаете, они абсолютно нормальные, потому что все наше окружение, все наши друзья говорят, как это вообще вы смогли это сделать? А мы говорим, что, ребят, берите с нас пример. Ребенок 50% с мамой, 50% с вами, с папой, с мамой. У нас нет линейки, которые отмеряем, так сказать, и весов, да, то есть... А вы еще детей хотите? Да, конечно, двух-трех. Подождите, а сколько же вы продюсер, да? А сколько же вы зарабатываете? Вот сколько вы готовы тратить нам, ну, на жену в месяц? Роза, вы знаете, я готов тратить на людей, которые, скажем так, составляют круг моей семьи, а поскольку моя бывшая жена, она мать ребенка, которая ее очень любит, у меня нет понимания, что я там должен как-то делить. Подождите, значит, ей придется в этот клуб? Единая членка, просто пожизненная членка. Нет, ну, это как-то, мне кажется, из другой программы. Давайте проведем смену жениха. Следующий. Я думаю, в других комнатах меня поддержат. Давайте, я вам желаю сегодня найти невесту, чтобы вы друг другу понравились, и для которой ваша история, ваши взаимоотношения будут так же естественны, как для вашей жены и для вас. Роза, Васи, давайте знакомиться. Ну, я почитала вот по анкете, живет в квартире с родителями, ну, на Тверской, хорошо, слава тебе, господи, там дорогие квартиры. Ездите вы на метро, потому что вам так удобно. А в Анамезе две бывшие жены, один ребенок. Ну, я не знаю, кого рекомендовать, даже я вот, ну, при своей занятости. Может, шифруется? Ну, не успела Ларис пробить по базе, понимаешь? Ну, никак. Вот надо было как-то вот, на Веру прочитала, а надо было как-то это вывести. Ну, тогда сейчас звезды, они точно не обманут. А о чем вы хотите спросить? Я хочу спросить. Обо всем. Даже все вызывает самая женщина. Если эта эмоция вас настигнет, то никуда вы от нее не денетесь, конечно. Но потом будете востребовать и иные женские качества, поэтому хорошо бы, чтобы в женщине все это было. И интеллигентность, она должна быть достаточно уже сейчас упорядоченной такой настоящей леди. Но, к сожалению, это самая ваша весовская Венера, кардинальная Венера, очень быстро меняется. Это значит, что предпочтения ваши тоже достаточно быстро меняются. Вы быстро устаете от женщин. И, наверное, нам нужна сегодня такая, которая будет минимально утомлять. А кто Олег по гороскопу? Дело не в этом. Не, ну просто какой знак? Ну, вот, Лариса, вот скажи мне, пожалуйста. Нет, тут мне просто интересно. Если я начну тебе сейчас перечислять, что Олег стрелец, у него весовская Венера, у него более-то еще несколько планет в весах, и самое важное, это восходящий овновский ютубик. Ну ведь для чего ты все эти вещи говоришь? Вот для чего ты говоришь, а я 6 лет, для чего ты это слушаешь? Вот, значит, смотри, самое важное в Олеге следующее. А не сидеть, таращиться в фотолок. Нет, смотри, 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 самое важное в Олеге следующее. Это огненный восходящий Юпитер. Это характеризует не просто его личную жизнь, но и вообще его как человека. Вы любите, я надеюсь, вы меня извините, немножко приукрасить, немножко упустить поле в глаза, любите произвести впечатление. И я абсолютно уверена, что вы мастер это впечатление производить. Но и надо сказать, что все, а податок... Он за 45 секунд, говорит, может, любую женщину просто-напросто обольстить, а наш телефон, да? Дело вообще не в обольщении, а дело в том, чтобы она действительно искренне пошла за ним. Они искренне обольщаются, потому что он впечатляет их. Вопрос, что потом? Потому что 10 или 100 тысяч часов, 100 тысяч часов, это всего-навсего 10 лет и 4 десятых года. 11,5. А как за 45 секунд? Да, так еще он богатый-богатый, говорит, так вот не было времени. Я пока считала, есть у него деньги или нет, у него денег. А ознакомиться в метро, а кто же там в метро-то? Вы знаете, люди, которые производят впечатление, они искренне увлекаются теми, на кого они производят впечатление. Поэтому я сегодня желаю, чтобы женщины вами искренне восхищались, и тогда... А я желаю, чтобы вы рассекретились, как это за 45 секунд вам прям сразу все телефончики дают. Причем даже если она... правильно я поняла? Даже если она вот завтра под венец идет, она тоже телефон дает, представляете? Да что ты! Да. Правда? Роза, мне тоже очень нравится. И телефон к придачу. Через несколько минут у нашего жениха состоится первое свидание, не пропустите. В эфире давай поженимся, у нас в гостях Олег. Встречайте, первый нюанс. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй. Я буду рада с тобой познакомиться. Я тоже. Спасибо. Елена, 26 лет. Генеральный директор сети химчисток. Коллекционирует брендовые сумки. Гордится тем, что занимает руководящий пост. Мечтает отправиться в автомобильное путешествие по Европе. Предупреждает, что по утрам не любит разговаривать. Признается, что не умеет знакомиться с мужчиной. Поиски идеального мужчины для Елены не увенчались успехом. Один оказался слишком экономным, а второй слишком подозрительным. Надеется, что у Олега нет недостатков. Что это такое, объясните. Это пироги, которые я, скажу честно, пекла не сама, потому что не хватило времени. Но зато я могу похвастаться, что вот это все выращено, собрано своими руками. Включая банки, да? То есть вы нас угощаете? Да. То есть вы хотите сказать, что сейчас можно попросить у наших ребят тарелочки? Конечно, конечно. А вот эта маленькая баночка, там какие-то штучки. Это лечо тоже очень вкусное. Боже. Да, и не только помидоры. Все умеет делать. Это лечо тоже очень вкусное. Хозяйственное. А вы можете, пока мы едим, рассказать историю все-таки про этого жадину, который появился в вашей жизни? Начинаем. Лето, жара, пробка. В какой-то момент я понимаю, что у меня над духом раздается вот этот вот жуткий совершенно звук, а я еду расслабленная, скажу. Ну, я подскочила. Ну, вот да, она сейчас, видишь, немножечко пришла от себя, да, и рассказывает нормально, и от души, видимо. Ей все равно, наверное, этот момент все-таки такой болезненный, да, вот как бы жадина, жадина от него. Ну, попадаются. Первый звонок, когда я подумала, что что-то не так, он произошел не на первом свидании, хотя на первом свидании мне был преподнесен букет кленовых листьев, да, и первое свидание прошло в лесу. Да, вот, в лесу. На жилет веник, сушеный, типа гигульбаре. А ты думала, что выйдет сейчас старичок-боровичок и способствует... Ты скажешь, три желания. Такого не было, правильно? Поэтому, что было рядом, ты ударил. Ты куда-нибудь повел поесть-то? Повел дальше, слушай. На первом свидании, да, когда мы были, но это сейчас важно, тогда для меня это было не важно. Бесплатная выставка раритетных машин, после которой он повел меня кушать пельмени к своему брату. А мотоциклист, опять же, я просто буду вставлять иногда, да? Не был бедным парнем. Он не был бедным парнем. Очень не бедным. Очень не бедным. То есть там, ну если по имуществу, то это дом в Испании, там три квартиры в центре Москвы. А вы видели? Машина, видела, конечно. А, он еще, представляешь, когда приехал в Испанию, он заходил просто к испанцам, вот в любую контору. И говорил, вы знаете, у меня сейчас нет телефона, я русский, можно мне позвонить? И они ему давали с корпоративного номера, чтобы он звонил ей. Рассказывайте. Да, значит, была в гостях у него, открываю холодильник и смотрю, стоит бутылка шампанского и фуагра. Я фуагру на тот момент никогда не пробовала, мне было интересно. Тут я вижу шампанское, здорово, в кино, думаю, всегда показывают. Фуагра, шампанское. Говорю, давай сейчас фуагры, шампанское. Паштеты из гусины печени. Да, я говорю, все, давай шампанское. А что, прям на ней написано было фуагра? Ну она там, ну да. По-русски причем? Или это обычно печенька была? Нет, не по-русски. Там, ну, по-русски причем написано. Для нас это была шутка. Ну и что он? Дай помидорку еще, пока рассказывай. Он сказал, я говорю, все, давай фуагру с шампанским. А он сказал, шампанское бери, а фуагру не трогай, она на Новый год. Сам люблю, говорит. Это было, да, это было в сентябре месяце. За что? И он ее со скидкой и отложил на Новый год. Кошмар. Все, я бы на этом моменте уже все сдалась бы. Она настолько рассказывает ситуацию вообще из какой-то... Если она запомнила эти детали, значит, это было явно. Короче, и фуагры не обломилась в тот день, да? Нет, ну, шампанское, естественно, в сентябре не стало. А до Нового года дожили? Нет, не дожили мы до Нового года. Последние попеи. Потому что он собрался в Испанию. Там было два момента. Первое, он собрался в Испанию, в очередной раз попросил отвезти меня. Это я потом поняла, что он экономил на такси. А что здесь, если просят, отвези меня? Он сказал мне, нет, я тоже подумала, хочется провести со мной побольше времени. Нет, он сказал, ну а зачем платить за такси, если ты сейчас вот в субботу не занятая, можешь меня отвезти. С ним был папа, ему папа все время говорил, ты перегибаешь. Я думаю, он вас все-таки проверял. И последняя была проверка, это тяжелые чемоданы с гвоздями. Умоляю, расскажите. Повезла в аэропорт. Не думайте. Почему там тяжелые чемоданы? Чемодан огромный, причем их две, по-моему, два было, да, чемодана огромных. Я еще говорю, ты летишь на три дня вообще, куда столько одежды. Он мне говорит, там гвозди, там не одежда. Я подумала, пошутил. Потому что любой нормальный человек в этот момент подумает, что он шутит. Ну, когда чемодан оказался неподъемный... А гвозди, может быть, какие-то непростые, а золотые? Нет, обычные гвозди. Обычные гвозди. Просто он в пересчете там с евро на русские, я там не знаю еще с чего, но оказывается, что у нас в России там они на рубль дешевле. Но он ей, видимо, серьезно нравился, если она... Терпела так много. Да, за такой длительный период. Для того, чтобы понять, что парень жлоб, достаточно было одного посещения кафе. Он не был бедным студентом из Афганистана, понимаете? Он был состоятельный мужчина. Вы сразу все поняли про квартиры, про дома. Для того, чтобы понять, что он жлоб, и от него нужно бежать быстрее... Ну, а я вот долго, понимаете? Я подумала то же самое, что проверка. Ну, он, понимаете, у него все было рассчитано и просчитано. Он надежный. Ключевое слово – надежный. И я, естественно, допускаю мысль, что это могла быть какая-то проверка. Но даже если это была проверка, это нездоровая проверка. Это слишком какая-то ненормальная. Скажите, а жена вот, которая сидит, вот такая милейшая женщина? Меня я могу сказать честно, что нет, безусловно, ваша бывшая супруга – очень красивая женщина, очень обаятельная. Нет, вот если бы я, например, пришла знакомиться с мужчиной, а он бы был женой, я бы фантазировала, как она получает оргазмы от него, что у них там было, как он любил, как она любила, как она разница, я бы о другом ни о чем не думала, как он ее целовал и в какие места, в какие она его. Я бы сидела, нагнала себе давление и потом бы умерла. Потому что это нормально, естественно, вот такая реакция, если тебе мужчина нравится, понимаешь? Это противоестественно, видеть его с бывшими возлюбленными, противоестественно. Но есть у вас задача, клево, продюсер, богатый. Какая разница, кто рядом с ним? Ну, потому что вот она ей не дает сказать то, что она сказала здесь. То есть это ей не то, что не понравилось, это ее вообще категорически возмутило. Мне сразу не понравилось, что он пришел в бывшую жену. Ну, хорошо, он бы с ней не пришел, вы бы узнали об этом позднее, что у них такие теплые отношения. Вот вы уже узнали. Ну, вы понимаете, происходит разрыв шаблона, вот лично у меня. То есть, соответственно, если Олег говорит, что он чувствует себя уверенно, когда рядом ребенок, у меня возникают мысли. Если он чувствует себя уверенно, когда рядом ребенок, почему тогда нельзя было сохранить брак? Конечно. И завести себе любовницу. Если для него это приоритет. И дальше я понимаю, что если он так сказал, но у него по-другому, значит, Олег либо нечестен с собой, либо нечестен с окружающим. То есть, безусловно, у меня вопросов масса. С вашей стороны будет бесчестным не показать нам сюрприз. Вам нужно переодеться. Проходите. А у вас там что-то там мы поисучаем, пока вы будете переодеваться. Да, я принесла вам подарок. Это сертификат на абонементное обслуживание в химчистку. О! 5000 рублей. Сегодня у вас одни абонементы. Какая прелесть. Ой, как... И у нас... Очень нужная. Очень нужная, на самом деле. Вы из нового обслуживания. Какое счастье. Положи пока рядышком. Сюрприз готов. Проходите. Мне кажется, у нее взгляд какой-то такой, знаешь, не совсем добрый. Ну, то есть, не из богих намерений она все пришла. Она может злиться на него. Злиться потом на ту, которую он выберет. Но она старовата. У нее есть один недостаток. Она слегка не молода. А двух телесных дел. Я серый волк. Ну, ты же волк. Ты же не будешь меня кусать. Ты же будешь добрым серым волком. Буду добрым серым волком. Хорошим серым волком. Очень хорошим. На самом деле, не пугайтесь. В моей сказке будет очень хороший финал. Потому что не всегда образ красной шапочки ассоциируется со злым серым волком. На самом деле, просто красная шапочка неправильно себя изначально вела. Ей нужно было подойти к волку, познакомиться с ним, приласкать его, предложить ему скушать пирожок. И тогда бы он точно не стал бы есть ее и всю ее семью. Какая затенница у нас красная шапочка. Проходи в свою комнату. Что мне делать? А вы когда съедите пирожок и горшочек массу, тоже к нам приходите. Переодевайтесь, Олег, переодевайтесь. Я понял. А пирожки-то зачем принесла? Ты забыла отдать пирожки. Наташа, раз вы пришли поддержать своего бывшего мужа, то не могу вам не задать вопрос. Как вам Елена? Елена мне понравилась. Симпатичная девушка. С хорошим чувством юмора. Олегу это нравится. А Олег, а вам как? Ну, могу сказать, что Елена, безусловно, симпатичная и честная. Честно рассказала о своем жадном товарище. Вот. Мне очень понравился ее креативный подход к сказке классической про серого волка и красной шапочки. Мне уже неинтересны все эти проверки и так далее. Я хочу нормальных отношений, чтобы я видела, что я нужна, меня любят. Когда у меня заканчиваются слова, и моя интуиция подсказывает мне, что нужно обратиться к картам, я обращаюсь к ним, и пока вы готовили сюрприз для всех нас, я раскинула карты для того, чтобы посмотреть, что явно, но это и так очевидно, и что вы скрываете. И меня взволновали эти карты. Вот я по поводу того, что каждый скрывает. Получается, что она скрывает кого-то из помощников, но я догадываюсь, что ей действительно помогали. Может быть, это подруги, может быть, семья. Получается, что жених наш скрывает девушку. Девушка или любовница, называется эта карта. Называется она Наташа. Я... Ну, знаешь, если бы это была Наташа, все было бы, мне кажется, гораздо проще, было бы очевидно, но... А они легких путей не ищут. Они решили так, наверное, у них погас уже огонь страсти, они думают, да, я буду сходим. Нет, мне кажется... Говорит, что нет, верю. Наташа верю. Олегу нет, но Наташа верю. Я тоже верю. А потом, мне кажется, что это было бы слишком просто для Олега. Он такой фантазер, мне кажется, что у него есть сердечный интерес. Девушка ему может не отвечать взаимностью, на кого-то глаз уже положен. Но, может быть, таким образом, придя в программу, он пытается вызвать интерес этой особой. Думаешь? Ну, я предполагаю. Если он кинопродюсер, представляешь, сколько там актерок молодых? И не очень. И все хотят сниматься, и готовы на многое. В общем, я буду для других наших невест также раскладывать карты. Тоже будем смотреть, что же Олег там скрывает. Хорошо. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет. В любое время вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Олег. Встречайте второй невесту. Удачи. Привет. Привет. Меня зовут Лариса. Уверена, смогу найти общий язык со всеми твоими бывшими женами. Очень приятно. Спасибо. Проходите. Лариса, 24 года. Менеджер по закупкам в ресторане. Гордится тем, что хорошо рисует и водит машину. Мечтает о семейном бизнесе. Признается, что нуждается в красивой жизни. Предупреждает, что избранник должен хорошо ее обеспечивать. Возлюбленный обращался к Ларисе на «вы» и привучал к роскошной жизни. Но закрепиться в роли его единственной любовницы она так и не смогла. Надеется, что с Олегом ее ждет сказка со счастливым концом. А вот то, что он устраивал кастинг при выборе своей жены, то есть модели ходили перед ним взад-вперед. Это я узнала намного позже. И вот вы стали с ним вместе жить. Я бы не назвала это «вместе жить», потому что изначально все строилось так, что мне предоставили жилье, куда он приходил перманентно. Он был женат? Нет, он не был женат. А почему тогда он вас не поселил вместе с собой? Потому что... У него много было девушек, которым он снимал жилье? Вы знаете, я даже до сих пор этого не знаю, сколько у него было девушек. Возможно, много, да. Действительно, это были непонятные отношения. Я желаю Ларисе только счастья. Надеюсь, этот парень способен... Обеспечит ей это счастье во всех смыслах. Вот когда вы ему сказали, что вы хотите шубу за миллион. Да. Он говорит «пополам». Ну а что бы всего стоило полмиллиона? Да. Она практически вообще даром. Да. Ну что, ну вот такая хитрость моей страны. Да, ну девчонки так начинают хитрить. К сожалению, пришлось. А что делать, если мне предложили... А чик не попросил, нет? Да нет, не попросил. Нет, на самом деле, я не могу сказать абсолютно, что он нещедрый или там жмот. И вас все устраивало в этих отношениях абсолютно? До каких пор? До тех пор, пока он мне не сказал, что у него есть подруга, которая носит ему ребенка. И на тот момент я уже слишком привязалась к нему. И я тут теряюсь... А в общей сложности сколько вы с ним проживаете? Восемь месяцев. А сколько ваш муж должен тратить, вот чтобы тот уровень у вас не упал в месяц? В месяц это могут быть небольшие деньги. Самое главное, это то, что основа. Самое главное, чтобы была обязательно квартира, где я, где мы будем проживать вместе. Отдельная? Ну, отдельная, да. Без родственников я имею в виду в квартире. Ну, пожалуй, да. А все-таки бюджет какой? Сколько должно вот в месяц? Ну, вам сколько на расходы должен муж давать? Чтобы вы вот, ну, планку не занизили себе? Ну, я не знаю, может... На что должно хватать? 300 тысяч. Нет, это может быть не сумма. На что должно хватать вам? Это должно хватать обязательно на помощниц по хозяйству. Я просто считаю, что для всего должны быть профессионалы. Не надо, чтобы она любила мужчину? Просто чтобы этот мужчина был в дополнение ко всем своим достоинствам? Не беден. Вы смотрите, вот приходит мужчина, на содержание которого вы были, и говорит, ты знаешь, Лар, у меня появилась женщина, она беременна, носит ребенка. Вас это не остановило. Вы сказали, ну, что же теперь делать? Я все равно буду твоей любовницей. Я бы попросила просто заметочку такую, что он не содержал меня, он дарил мне подарки. Ларис, вам 24 года, вы уже большая девочка. Вот он приходит, говорит, что у него скоро будет ребенок. Почему вы в слезах не собрали чемодан и не убежали? Все права, конечно. Да нет, конечно, вы ему сказали. Ну, и продолжали с ним встречаться. Нет, я собрала чемодан. Ну, у меня история, то, что вы... А Олег-то нам вообще есть. Ларисочка, нам Олег-то вообще никак. Ездит на метро, понимаете, живет с папой. Вон в анамезе две бывших жены с ребенком. Есть ощущение, Ларисочка, что вы проживаете не свою жизнь, вот не жизнь 24-летней девчонки? Да нет, в общем-то. Ну, потому что редко бывает из одного сосуда и любовь, и деньги, понимаете? Либо одно, либо другое. Ну, практически не бывает. Можно сейчас вспомнить одну единственную сказку, и подобное ей, это про Золушку. А так, в принципе, в жизни, поверьте мне, редко бывает. Вы встречалась с парнями, которые не были материально подорожны? А потом, нет, а потом вы повстречались с мужчиной, который мог делать такие щедрые подарки, и после него вам уже не хочется... Ну, вы сами рассказали и в своей анкете, что вам нужен мужчина, который будет вас содержать, богатый. Скажите мне, пожалуйста, Олег, вы продюсер? Да, я продюсер. Скажите, ну вам вот такая история же, она не вновь Наташа и вам, да? Вот когда девочки приезжают, и нужно устраиваться. Ну, мне кажется, то, что Лариса рассказывает, мне кажется, это просто, может быть, как-то вы, как всегда, интерпретируете на своём языке. Нет, есть факты. Говорите просто очень, так сказать, прямо и жёстко, я позволю вас защищать. Я, спасибо, Олег, вы абсолютно точно понимаете. Нет, просто есть факты, послушайте. Она просто видит сквозь вот налёт этих красивых слов сразу суть, они интерпретируют. Она просто говорит коротко, что стоит за теми или иными словами на самом деле. Скажите, ваша первая фраза при знакомстве развучала так, я, ну, может быть, немножечко дать, я буду любить всё, что будет себя окружать, и твою жену бывшую в том числе. Да, конечно, потому что я достаточно толерантный человек и легко нахожу контакт с людьми, абсолютно спокойно воспринимаю общение с бывшими жёнами. На мой взгляд, это вполне нормально в современном мире, опять же. Ну, тогда покажи сюрприз. С удовольствием. Олег, я предлагаю вам совершить ограбление века. Реквизит за вашей спиной. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова О, кажется... Олег, я боюсь, ты украл моё сердце. И с этим уже ничего не поделаешь. Спасибо. 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 Я хочу тебе его вернуть. Хорошо. Как пожелаешь. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как, ты держалась молодцом. Спасибо, друзья. Я тоже думаю, что я, в принципе, выдержала на порт. Такое было давление. Да, давление было. Мы просто держались на руке. Ваше впечатление? У меня такое впечатление, мне как-то трудно Ларису понять. Я не как-то вот... Послушайте, когда на белое говорят коричневое, мне всегда смешно. Когда абсолютно, ну, в ментальной содержанке, она это не скрывала. Вся её история рассказывает об этом. Вдруг в конце делает голубые глаза и говорит, я не такая, я вся, и на это смешно. Ну, это такой тип гороскопа. У неё управитель асцендента, самая главная планета, это Венера в весах на этом самом асценденте. Она себя вообще всю свою жизнь, себя самая воспринимает через призму собственной внешности. При том, что, ну, она действительно красивая девушка. То есть звёзды во всём виноваты. Не звёзды, нет. Она такой родилась, на звёзды вообще бесполезно пенять. Звёзды только наше отражение. Другое дело, что в ней должны были растить, наверное, близкие другое, другое начало усиливать. Например, люди с такими показателями иногда становятся творцами, они иногда из себя делают такой своеобразный инструмент мира во всём мире. А она вот ориентируется на внешность. Ей будет искать мужчину, который будет в ней вот это ощущение того, что я женщина, и это самое главное, поддерживать. Другое дело, что за этим я женщина, может, правда, ничего не стоять. А вот Звёздный Оракул мне говорит, что она скрывает, в общем, действительно не самые чистые и честные намерения. Развращённый человек, её так характеризует карта на внутреннем плане. К сожалению, вы... Если вы хотите познакомиться с третьей невестой, пожалуйста, проходите. Привет, меня зовут Ольга. Я идеально подхожу под все твои параметры. Познакомимся? Познакомимся. Ольга, 27 лет. Балетмейстер. Воспитывает двоих детей. Гордится тем, что дважды выигрывала конкурс красоты. Мечтает стать известным хореографом. Признаётся, что всё время танцует и спит обнажённый. Предупреждает, что всегда прислушивается к мнению своей мамы. Ольга встретила мужчину мечты и влюбилась, но стать для него женщиной номер один так и не смогла. Надеется, что Олег отведёт ей главное место в своём сердце. Привет. Здравствуйте. Познакомились на конкурсе? Познакомились на конкурсе. Он сидел в жюри, но изначально я не знала, что он женатый. То есть он был председателем жюри. Выиграл... После того, как я выиграла конкурс, он начал очень активно ухаживать за мной. Оль, скажите, а сразу узнали, что он женат? Я не сразу узнала. Он ухаживал за мной 9 месяцев. После чего, когда у неё исполнилось 18 лет, он стал моим первым мужчиной. И после этого только моя мама узнала. То есть, ну, судя по тому, что мы живём в маленьком городке, естественно, доносятся слухи. Он очень настойчиво ухаживал. Он долго, настойчиво ухаживал. Я думаю, что этим он покорил, потому что 9 месяцев он ухаживал за ней. А что, его жена на 6-м месяце беременности? Да, совершенно верно. Жена его на 6-м месяце беременности. Естественно, мы уже год вместе практически. То есть, конечно, я была по уши в него влюблена, потому что он был ещё и непростым человеком. Но хотя, даже если бы он был и простой человек, то есть я безумно его любила, вопреки, то, мне кажется, даже... Да, а где же вы встречались? На нейтральной территории. Ну где? Он снимал для вас квартиру? Нет. А где, в гостинице? Где приходилось. Ну, понятно. Вот такая была любовь. Но и он не был старым, если он на 10 лет был старым. На 10 лет старым. Не заходили разговоры, что он уйдёт от жены и женится на вас? Нет. Даже тема семьи вообще не обсуждалась и не бралась. То есть было понятно, что вы просто любили женатого мужчину? Да. Он мне позвонил и сказал, нам нужно расстаться, у меня семья, у меня ребёнок. Ну, то есть он сразу вспомнил, что у него семья, что у него есть ребёнок. И всё, и он меня оставил. И на зло ему просто, можно сказать, вот правда, за первого попавшегося я вышла замуж. Вышла замуж, соответственно, конечно, в браке родила, но брак наш не сложился. Я приехала домой к маме, подала на развод. И прошло какое-то время, буквально месяца, наверное, четыре, я пошла в магазин в нашем родном городе и случайно издалека встретила свою первую любовь. И у меня прям такая ностальгия на меня накатила, что, естественно, все номера телефонов, они, конечно, в памяти, куда они денутся. И написала сообщение, а он ответил на это сообщение. И у нас, соответственно, мы встретились, всё опять завертелось, закрутилось. Но это уже были более зрелые отношения. Но она старше выглядит, конечно. Да, она много старше. Может быть, я просто выгляжу моложе? Ну нет, ты безусловно выглядишь. Ну, у меня поступило предложение поехать в Китай работать, главным балетмейстером. Естественно, я не могла отказаться от такого шанса. Я взяла ребёнка, сына своего, от первого брака, и мы уехали. И через месяц я узнаю, что я беременна. Я прилетела обратно. Я прилетела обратно, позвонила ему, сказала, что я дома. Он мне сказал, я тебе помогать никаким образом не буду. Ты решила сама за себя всё, ты решила оставить ребёнка. Вот и давай дальше, решай свои проблемы сама. И после беременности, через две недели я вышла на работу. Но тяжело с двумя детьми. И, ну, я вынуждена была позвонить ему и сказать, ты, может быть, каким-то образом ты хотя бы дочке будешь помогать. Но что он сказал? Извини, у меня нет такой возможности. Я поражаюсь иногда Ольгиной силе, насколько она способна при всей своей хрупкости оттащить на себе эту семью свою. Ну, хорошо. Вот детские эти встречи, понятно. Я вас оправдываю, потому что мозгов нет. А у мамы, судя по всему, тоже их не было, потому что нужно было взять ремень просто и вас вдоль спины сказать, это не твоё, не трогай. Потому что будешь рыдать кровавыми слезами через много лет, потому что всё к тебе вернётся. Понимаете? Потому что жёны, они живые люди. Чтобы мужчины не рассказывали, что давно не спят с ними, что они противные, злые, живут только ради ребёнка. Вы уже были взрослым человеком. Почему опять не то, что на те же грабли? Зачем вам туда? Была ностальгия. Как-то вдруг всё вот так вот у меня нахлынуло. Дай-ка ему позвоню, все телефоны помню. Почему? Ну, любовь, наверное. Как почему? Любовь. А почему вы не считаетесь чувствами других людей? Да она давно этот круг разорвала. Да, я думаю, что благодаря этому кругу у неё такой опыт колоссальный. Вот я очень наблюдательный человек. Ну, вы знаете, да, артистки, мы же все с боковым зрением, кто как сидит, кто как разговаривает, всё. Вот я честно наблюдаю за Наташей. Вы мне очень нравитесь. Вы удивительная какая-то. Вы правда? Вы какая-то удивительная. У вас столько тепла в глазах. И когда я, ну, в силу, я обязанная. Такая работа у меня. Вот таким жёстким тоном общаюсь с девочками. Я вижу, сочувствую в ваших глазах. Вы их жалеете. Вы такая умница. И мне очень жаль, что ваш брак распался. И если сегодня Олег посмотрит на вас другими глазами, и у вас ещё что-то вдруг сложится, я просто буду счастлива. Правда, правда? Спасибо. Оля, я знаю тебя. Ты бы убила бы, если бы тебе полезли в твою семью. О чём ты говоришь? Тем более вот эта бывшая зефирка, которая сидит сейчас и строит из себя очень хорошего друга. Чё смеяться-то? Вы пока идите переодевайтесь для сюрприза, а мы поспредничаем. Сколько вам лет, Наташа? 36. То есть вы ещё застали те времена, когда мамы нам говорили, береги честь, а смолду платье снова, когда вызывали в кабинет директора, когда совестили девочек, если не дай бог что-нибудь там. Сейчас давайте посмотрим сюрприз. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok В отличие от сейфа и красной шапочки, это хотя бы творчество и талантливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может быть, она мстила? Может быть, это была месть, а не страдание, Вась? Нет. Через столько лет... Звездная оракул говорит мне, что то, что она скрывает, это звездополис. Она хотела замахнуться. Я думаю, что то, что она второй раз пошла к отцу своего второго уже ребенка, к этому своему былому любовнику, вот было желание в каком-то смысле слова завладеть миром. А ну-ка попробую. Она на самом деле экспериментатор. Послушай, понравился тебе? Очень понравился. Скажи, пожалуйста, ну и кто понравился больше всех? Ну, наверное, после моей любимой «Долиды» и этого трека понравился больше Оля. Ольга? Да. Лариса, Елена? Нет. Лена, мне понравилось, я ничего не могу, я когда просто вижу что-то такое яркое, меня перемыкает. Я сейчас должна вас представить в четырех стенах, ее за плитой, с детьми, еще же общих родителей. Ну, а что многодетные, вы же не работаете водителем такси. Мне кажется, вы справитесь. Что здесь такого, боже мой? Дети уже памперсы менять не надо. Если на съемочную площадку мы справляемся с 200 людьми несколько месяцев, то я думаю, что с детьми... С Еленой, мне кажется, вам будет просто комфортнее, она полегче. С Леной? Полегче? Будет, да, полегче. Пока, а что еще, что претенденты будут? А первая Ольга, он сказал Ольга. Ну, я говорю, пока. Ты на втором месте. Я рада, что вы не польстились на Ларису. Это слишком легкий для вас был бы выбор, слишком легкий типаж, и легко для вас было бы неинтересно сразу. Я считаю, что более-менее серьезно, на шаг впереди других девушек, ближе к тому, чтобы с вами договариваться, наверное, все-таки стоит Ольга. Но и с ней тоже нет полного контакта. А карта, которая выпала вам в связи с ней, это карта спасителя или помощника. После рекламы мы узнаем, в чью дверь постучится наш жених. Оставайтесь с нами. Наталья, мы познакомились с тремя невестами, но нужно кого-то рекомендовать своему бывшему. Ну, я рекомендую Лену, либо Ольгу. Спасибо. Олег, у вас есть несколько секунд для того, чтобы решить несколько шагов, в какую комнату вы пойдете. Проходите, мы вас в любом случае поддержим. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Евгений, 26 лет, номер 3095. Менеджер по продажам медицинского оборудования, поет в стиле джаз, занимается фитнесом, любит путешествовать. Познакомится с высокой стройной красавицей, которая умеет получать удовольствие от жизни. Елизавета, 24 года, номер 3096. Журналист в политической фартии. Для любимого она станет прекрасным другом, страстной любовницей и примерной хозяйкой. Познакомится с мужчиной, который будет относиться к ней как к королеве. Мы не знаем, выйдет Олег один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я очень рада. Да. Надеюсь, продолжим наше общение. У нас сегодня есть пара Олег и Ольга. Если вы одиноки, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то участник в сегодняшней программе и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я Ларису Гузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, сожжаемся. Удачи. Спасибо. Мне кажется, вы бы тоже не отказались от мужчины, который бы каждую ночь вас любил. Да, 50 лет, конечно. Я же еще не старая. А мне детей не рожать. Роз, поймите один такой момент. Вы, ваши желания, ваши родные, они с вашим сыном. У нас очень сильная страсть к жизни и к сексу. Мне мужской стриптиз кажется асексуальным. То есть для меня это неправильно. Сыночку не для вас рожала. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!